Да, кстати, сразу хочу сказать, что я здесь сижу на фоне каких-то там блестяшечных кубков. Это не потому, что я хвастаюсь, типа, что у меня есть кубки. Вот. Дело в том, что просто надо менять фон, и каждый раз нужно где-то садиться в новом месте, чтобы было более-менее интересно, и чтобы было видно, что это другое видео, не то, которое было в прошлый раз. Вот. Здесь в данный момент я снимаю утром, и свет падает таким образом, что никакая другая стенка более такой освещенной, привлекательной не выглядит. Так что абсолютно вот без понтовки. Вот. Ну, и тут у меня есть банная стойка, я собираюсь ее снести и сделать здесь другой зал. Ну, ладно. Возвращаемся к нашей теме. Вот. Какое-то время после New School Dictionary многие танцоры, которые привыкли бейбить, и, скажем так, не делать кач, они бастовали, и они не хотели принимать кач, не хотели принимать базовые степы, они даже гнали. Там в Украине было даже небольшое движение, которое называлось «Жоку базы». Вот. И суть в том, что тяжело людям принимать перемены, но все-таки со временем оно пошло-пошло, оно никуда не могло пойти, да. То есть первые украинцы там начали ездить в «Рашку», вот, где впервые начали там приезжать стретч, линк, и другие танцоры начали рассказывать это все, проповедовать, и потихоньку-потихоньку оно все пошло-влилось. Вот. Потом мы с Вобром сделали Dance Kitchen DVD очень-очень такой нашумевший, вот, который там 100 тысяч просмотров набрал в Ютубе. И оттуда вообще пошла, то есть уже многие, те, кто, ну, там, что-то пытался убираться, уже после этого понял, что, ну, он никуда не денется, и учить базу надо. Вот. Ну, действительно, представьте себе, что вы танцор, вы много лет занимаетесь, вы там вэвите или там гладите и так далее. Многие ушли, кстати, многие перестали заниматься, потому что им эта новая тенденция, ну, не пришлась по душе. Я знаю многих танцоров, которые реально раньше глайдами, там танцевали, все реально там круто на уровне, но они потом просто забили, когда вот эта вот тема базы пошла, они такие, да ну нафиг, что такое, бросили и все. Вот. Ну и потом уже пошла эра знаний, информационная эра, к нам она дошла спустя 5-10 лет после этого, и пошла по всему миру, как обычно с опозданием, и пошла эра информации. Вот. Ушли, канули в лету те года, когда мы ночью выбегали и, значит, красили заборы под сигналы сирены милицейской. Вот. Сейчас это уже, наверное, никто и не делает. Если делают, то так просто договариваются, что вот типа давайте мы вам сделаем, и с разрешения это делают. То есть, того адреналина уже нет. Вот. Сейчас пошли знания, знания льют со всех сторон. Вот. Куча информации в Ютубе, куча информации везде, куча обучалок, DVD и так далее. Вот. И вот сегодня мы оказались уже настолько как бы в таком положении, что мы сейчас знаем, где что происходит, ну с разницей, ну не знаю, в один час что ли, да? То есть, вот какой-нибудь где-то чувак что-то там в Атланте выложил в Ютубе, мы уже это видим, уже это смотрим, мы за этим следим, мы развиваемся. Не все, конечно, развиваются, но мы имеем шанс, по крайней мере, развиваться. Я, например, стараюсь выкладывать самые новые видосы. То есть, я вот открываю в Ютубе подписки, и вот то, что сегодняшние заливки, я выкладываю на свой паблик, энциклопедия саморазвития, сегодняшние видео, максимум вчерашние. То есть, каждый день я открываю, выкладываю, все свежее, все самое новое, все самые какие-то тенденции, все, что держать руку на поясе. Но, вернемся к нашей теме. Наша тема – это роль хип-хопа в жизни белокожего населения, в жизни славянского населения. Безусловно, я буду вынужден говорить на примерах, потому что, ну, только на примерах познается какая-то информация общая, какая-то вряд ли пойдет. Это было все введение. Я надеюсь, вы не заснули во время этого введения. Вот, это все нужно и полезно. Что могу сказать? Сейчас, учитывая то, что наши, так сказать, танцоры, они имеют танцевальный опыт пока еще не очень большой, то есть, я думаю, что те, которые активны, я уже говорил, не более лет 15 в танцах, может, больше немного, вот, то, разумеется, в крови танец у них не течет. У них есть еще какие-то профессии, у них есть еще какие-то работы, заботы, доходы и так далее. Вот, но, но если ты занимаешься каким-то делом более 10 лет, понятно, что, ну, глубоко, глубочайше откладывается и занимает роль в твоей жизни. То есть, ты уделил эти 10 тысяч весов, да, пресловутые, которые якобы являются гарантом того, чтобы чего-то там достигнете. Что могу сказать, что лично для меня хип-хоп, это, ну, определенная часть жизни важная, которую я не могу выбросить, даже если она мне не приносит дохода, как сейчас. Я работаю в минус, я снимаю довольно большую студию, собираюсь здесь делать ремонт, вот, я уже делаю это год, и я работаю в минус. В минус большая сумма, каждая сумма в месяц. Мне приходится где-то что-то еще работать, крутиться, мутиться, чтобы оплачивать арену. Потому что то, что сдают ученики, этого недостаточно. Но я этого не бросаю. Я продолжаю это делать. Вот. Почему в минус? Потому что я преподаю хип-хоп, я не преподаю там вот эти вот, как они называются, хореографии различные. Поэтому вообще хореография воспринимается намного легче, потому что ученик пришел, ему показали связку, и месяц ее долбят, 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 и все. Хип-хоп это совсем другое. Хип-хоп это нужно постоянно сохранять внимание, развиваться, расти. Причем непонятно в каком направлении. То есть, если я говорю качаем, к примеру, вот ты качаешь, да, делаешь кач. И через месяц я продолжаю говорить, качаем. И вот ученик не понимает, о чем мы качаем все время. Каждый месяц. Каждая тренировка, на протяжении месяца, двух-трех, мы качаем. Вот. Вот. Он не понимает, что качи будут становиться глубже, более насыщеннее, больше другие элементы будут добавляться. Мы об этом еще поговорим. Вот. Самая главная проблема в учении именно белокожего, так сказать, населения, в том, что мы очень сильно зажаты, стандартами различными, да. Скажем так, люди, которые живут на африканском, на американском, да, континенте, в Америке и так далее. То есть, это люди, которые совсем другой отбор по разуму прошли. То есть, это люди, которые больше конформисты, люди, которые умеют подстраиваться, скажем так. Те люди, которые просидели на своем месте из поколения в поколение, они, конечно, тоже обладают какой-то этой умением, но в меньшей, намного меньшей мере. То есть, нам не так приходилось выживать, как им, потому что у нас есть теплый дом, и не у всех, конечно, ну, теплый дом, кресло там, да, мама, папа и все такое. Вот, поэтому вместе с этим мы более зажаты из-за этого, больше в тисках вот именно каких-то стандартов, и менее вообще открыты для чего-то нового. Да, кроме того, у нас своя танцевальная техника народная, да, или там на худой конец какие-то марши. То есть, в нашей танцевальной истории нет кача, да, нет движения тела. Ну, нет этого, нет у нас. Нам это тяжело дается. Вот, поэтому развиваться в этом направлении нам тяжело. Но, с другой стороны, нам это всегда интересно, потому что это очень сильно неразвитно. Вот. Соу. Это обуславливает то, что у нас огромный интерес к этому. Мы этим занимаемся, мы этим увлекаемся, мы этим, мы делаем все для этого. Но до определенного уровня, когда приходит момент, вот именно когда фристайл, когда нужно себя все-таки открыть, когда нужно снять эти все замки, которые висят у нас, как правило, многие текают. Многие, ааа, да не, я не могу, мне страшно выйти, особенно девочки. Мне страшно выйти в круг, я боюсь и тому подобное. Вот. Хип-хоп, да, вот эти пять элементов, они подразумевают способ жизни, способ мышления, да. То есть, хип-хоп человек, хип-хоп голова, так называемые хип-хоп головы, это люди, которые живут именно. Peace, love, unity, respect.